В эфире телеканала Костанай Новости. В студии Буладжан Муздубаев. Сурдоперевод Оксана Отечко. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Поднять престиж рабочих профессий. В Костанай прошел региональный этап конкурса Янбек Жоле. Работники предприятий получили достойные награды. Сельская школа со своей лабораторией и телестудией, учащимся Узункольского района, создают современные условия для получения качественного образования. Попасть в команду президента. Реализации проекта молодежный кадровый резерв и возможностях участников расскажут наши корреспонденты. Глава государства принял советника президента, специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству, Зульфию Сулейменову. В ходе встречи Касым Жумар-Токаев поставил перед специальным представителем ряд конкретных задач по подготовке к предстоящим мероприятиям. 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года и региональному климатическому саммиту под эгидой ООН в 2026 году. Президент также отметил важность укрепления и взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана. Под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова состоялось заседание комиссии по демонополизации экономики. На нем обсуждались вопросы принятия антимонопольных мер в сферах добычи и транспортировки нефти, здравоохранения и использования железнодорожной инфраструктуры. На совещании рассмотрена деятельность частной компании, имеющей нефтепровод, направляемый на битумный завод для переработки сырья с одного из месторождений. Теперь народные петиции, собравшие более 50 тысяч подписей, будут рассматриваться на уровне правительства. Сегодня Сенат одобрил законопроект об общественном контроле в двух чтениях и направил его на подпись президенту. Петиция может быть подана гражданами Республики Казахстан через специальный интернет-портал. Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. Однако есть несколько проблем, на которые нельзя повлиять с помощью петиции. В документе также есть механизмы регулирования общественных контрольных работ. На его основе любой гражданин может создать общественную контрольную организацию и провести проверку объектов. При этом права и обязанности обеих сторон четко прописаны в законе. Азартные игры теперь официально отнесены к болезни. Сегодня на совещании обсуждался вопрос лудомании, и такое предложение поступило в Минздрав. Сегодня Всемирная организация здравоохранения официально признала это заболевание. Кроме того, будет ограничена реклама ставок, а борьба через СМИ будет усилена. Главное – разработать конкретные способы выявления людей, пристрастившихся к азартным играм, и администрировать налогообложения компаний, занимающихся игровым бизнесом. Ответственные госорганы проработают упомянутые сегодня вопросы, и в течение одной недели направят свои дополнительные предложения заинтересованным органам и организациям. В Узункольской первой школе обновили материально-техническую базу. Модернизация учебного заведения проходила в рамках программы развития потенциала сельских опорных школ. Она стартовала в прошлом году. Учебное заведение накануне посетил заместитель Акима области Ринат Мухаммед Калиев. О том, что нового появилось в школе и какие возможности открываются перед детьми и педагогами, расскажут мои коллеги. Работа по обновлению материально-технической базы в Узункольской общеобразовательной школе номер один началась еще весной. За полгода в учебном заведении появились профилированные учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием. У школы есть собственная арт-студия для занятия разными видами искусства и даже телестудия. Главный спонсор изменений фонд «Казахстан Халкана» вложил в обновление школьного оборудования более 250 миллионов тенге. Всего в учебном заведении учатся более 600 детей. В Узункольском районе у нас, как и в прошлом году в Сарковском районе, «Казахстан Халкана» со своими партнерами оснастили полностью нашу школу. Проект стоимостью 250 миллионов тенге. Все классы практически они оснастили. Теперь Назаровов интеллектуальная школа будет дальше заниматься по повышению квалификации наших учителей и осваиванию новых функций, оборудований, которые они нам поставили. Основная цель педагогов школы заключается в своей сторонней работе с учениками. По словам педагогов, наборы для занятий опытами и наглядными экспериментами не должны пылиться в шкафу. С помощью приборов и оборудованных классов учителя смогут на практике оживить сухие книжные данные. А такой подход, как известно, лучше всего воспринимается любознательными детьми. Я расследовал, что школа начала работать. Мы 90% оснащаем, где я, то я в школе. Мы потом уже доукомплексовываем по технической спецификации. В этой школе, если я не ошибаюсь, порядка 5000 наименований в целом всех приборов, учитывая все парты и оборудование. Мы дооснастим полностью, и тогда уже в школу его все посадят на баланс. Сколько классов всего в школе? Всего 36 класс комплектов. А, ну, у нас сколько классов? Все классы? Все, все. Все классы, да, оборудованные, да, полностью все классы. Некоторые классы оснастили только партнерами, то есть это за счет только партнеров, которые не были включены изначально в проект. То есть были классы, которые сами дооснащали. В последний раз капитальный ремонт в школе проходил в 2013 году. Тогда в здании были покажены стены, заменено некоторое устаревшее оборудование. В этом году новое оснащение школы значительно повлияло на организацию учебного процесса. Удобная планировка позволила проводить занятия для детей в разных зонах. К примеру, на первом этаже учатся школьники младшего звена, гуманитарные предметы преподаются на втором этаже, обучение физико-манипатическому направлению проходит на третьем. Планировка нам позволяет максимально использовать учебный процесс. Вспомогательные помещения, актовый зал, спортзал и кабинеты технологий, они находятся в отдельном крыле. То есть если какие-то работы ведутся, например, в столярном цехе, то звук не мешает остальным. Все происходит в отдельной территории. В нашей школе на сегодняшний день обучается около 639 деток, 36 класс-комплектов. Обучаемся мы в две смены. Начальные классы тоже первые, вторые. Первая смена, третья, четвертая, вторая смена. У нас классы с государственным языком тоже есть. Первый по четвертый класс у нас в смешанном направлении. Детки обучаются у нас, потом после пятого класса переходят в другую школу. Здесь еще одна школа есть, вторая школа. Они переходят туда, там обучаются дальше на государственном языке. С пятого по одиннадцатый класс обучаемся на русском языке. После того, как нас оснастили всем необходимым оборудованием, мы знали заранее, мы знали с весны, что у нас будет такой проект, мы наметили план, план действий. Реализация программы по развитию сельских школ стартовала в июне прошлого года. За это время были модернизированы классы в нескольких учебных заведениях Казахстана. Основная цель – укрепить материальную базу сельских школ, оснастить учебные заведения регионов с современным оборудованием. Для этого по всей стране было оборудовано 17 опорных школ. На их модернизацию было выделено более 4 миллиардов тенге. По мере реализации проекта количество школ в программе будет увеличиваться. Проект этот очень комплексный. Он предполагает не только оснащение, по последнему слову, техники всеми классами учебными, по всем дисциплинам. Не только лаборатории специальные. Кроме того, это такие современные методики обучения. Наши партнеры – фонд устойчивого развития образования, Назарбаев интеллектуальных школ, они всячески поддерживают проект. Поэтому этот проект системный, комплексный. Всего по Кастанайской области в рамках двух этапов запланирован запуск пяти таких опорных школ. Поэтому сегодня вторая презентация получается. На оснащение Занкольской школы номер один нами направлено 250 миллионов тенге. Партнеры также принимают финансово-организационное участие. И всего по Кастанайской области на пять школ направляются 1 миллиард 250 миллионов тенге. Эти деньги уже выделены, утверждены попечительским советом. И сейчас мы наблюдаем активную этап реализации проекта. Женес Бекубаев, ученик 11 класса, говорит, что возменения в школе положительно повлияли как на учебу, так и на отдых сверстников. К примеру, на перемене каждый желающий может поиграть в шахматы со своим одноклассником. Мне очень приятно находиться в обновленной школе, куда завезли новое оборудование, новую мебель. Также я хотел бы связать свою будущую жизнь с физикой. Наш кабинет физики полностью обновился. Открылась новая смарт-лаборатория, которая дает мне огромные возможности на будущее. И, как вы заметили, у нас перемены станут намного познавательнее и интереснее. Мы все очень любим играть в шахматы. У нас очень много призовых мест на области. И да, у нас скоро на этой неделе будет проходить турнир по шахматам. Узункольская общеобразовательная школа номер один является одной из крупных школ района. В будущем она может стать настоящим образовательным центром для сельских школ края. Хорошее оснащение позволяет ей принимать у себя школьные олимпиады и спортивные соревнования. В этом заключается основная суть проекта. Оснащение одной большой школы усиливает множество маленьких по соседству. В будущем планируется модернизировать более 60 школ страны, охватив тем самым все регионы Казахстана. В Костанае прошел региональный этап конкурса «Янбек Жолы». Свои умения и качества показали лучшие трудовые династии и работники региона. Заявки на участие отправили более трех десятков человек. О том, кто стал победителем своей номинации и поедет представлять регион на республиканский этап конкурса, расскажут мои коллеги. Для участия в конкурсе жители области прислали на рассмотрение 35 заявок. По итогам республиканского этапа призовые места в трех номинациях завоевали 9 кандидатов. Основная цель конкурса – наградить лучшие трудовые династии работников производства региона, воспитать у молодежи уважительное отношение к труду, поднять в обществе престиж рабочих профессий. Данный конкурс определяет лучшие трудовые династии и работников производства в целях воспитания молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций. Конкурс способствует повышению статуса человека труда в обществе и стимулированию производительности труда под эгидой общества всеобщего труда. Конкурс проводится в два этапа. Отбор победителей конкурса «Инбежилы» на региональном уровне и на республиканском уровне. Всего в Покуснойской области для участия в конкурсе было подано 35 заявок. И сегодня мы чествуем победителей регионального этапа конкурса. После состоялось торжественное награждение призеров в каждой из трех категорий. Победителем в номинации «Лучшая трудовая династия» стала семья Жиимбаевых. 11 братьев и сестер работают и живут в селе Тенсарина Камыстинского района. Их общий трудовой стаж превышает 200 лет. Профессиональный путь каждого члена большой семьи связан с рабочими специальностями, к примеру. Фессалды Жиимбаева работает поваром в сельской столовой. У нас в семье 11 детей. Мы все трудимся в совхозе Алтынсарина. Стабильная работа, стабильная зарплата. Совхоз растет и процветает. У нас в совхозе все ребята наши, братья, работают в механизации. Я сама работаю в центральной столовой. Папа проработал в совхозе 44 года. С молодой работал. Мама тоже. Долгие годы они всегда трудились в этом совхозе. Начинались еще с целины. И теперь продолжаем мы. Продолжают наши дети. Получается, в совхозе мы трудимся, работаем. Дети, внуки, наших родителей. Так получается. Первое место в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» заняла Ольга Шубенов. Уже 36 лет она работает учителем начальных классов в Розамасской средней школе. За годы работы воспитало не одно поколение детей. Для каждого ребенка она была верным помощником и наставником. Говорит, что образ первой учительницы дети, будучи уже взрослыми, хранят в памяти всю жизнь. К слову, Ольга до сих пор помнит преподавателей, которые показали язык любимой профессии. Очень приятно осознавать, когда результат своего труда где-то отражается и оценен. Я работаю учителем начальных классов уже 36-й год в Розамасской общеобразовательной школе Зункольского района. И на протяжении всех лет я всегда помнила и помню своих наставников, которым очень благодарна, потому что они не только делились опытом, но также и поддерживали меня в трудных ситуациях. Я им очень благодарна. Призовое место в номинации лучшего молодого работника взяла Батима Туганасова. Уже несколько лет она занимается воспитанием и обучением детей с особыми образовательными потребностями. Говорит, что именно ребята вдохновили ее на участие в этом конкурсе. Дети, неважно, особенности у них есть ли здоровье или нет, очень четко показывают, чего нам не хватает. Они любят бескорыстно, им не важно, что у тебя есть или чего у тебя нет. Они искренне проявляют свои эмоции, они всегда улыбаются, они добры. Они очень быстро сбывают обиды и больше о них не вспоминают. Еще они всегда задают вопросы и не стесняются этого делать. Они очень любопытны и интересуются всем, что им нравится. А еще они всегда верят в то, что у них все получится. И я думаю, что именно благодаря этому я нахожусь сейчас там, где есть. И я очень благодарна, что мою работу по достоинству оценили. Конкурс «Инбек-Жалы» проходит два этапа. Победители региональной части отправятся представлять область на республиканский этап. Он пройдет в Астане уже 22 сентября. К слову, для участия в конкурсе со всей страны было подано более 550 заявок. Больше всего участников претендует на звание лучшего молодого работника. Дмитрий Мушлат, Ермян Жамбулов, телеканал «Костанай». Человек труда – главный ресурс справедливого Казахстана. Мы продолжаем рассказывать о людях, чей труд становится неоценимым вкладом в развитие региона. Современный рынок труда не стоит на месте. Одни профессии появляются, другие исчезают. Но есть профессии, которые со временем становятся все более актуальными и востребованными. Одна из них – строитель. Мои коллеги побывали в Костанайском домостроительном комбинате и увидели рабочий процесс. Даньяр Хусаинов в строительной индустрии не первый год. Последние шесть лет он работает формовщиком. В огромном домостроительном комбинате мужчина отвечает за один из важнейших этапов работы. Специалисту его профиля необходимы такие качества, как внимательность, точный глазомер и ответственность. Стать лучшим в своем деле помогли любовь к профессии и опытные сотрудники комбината. Я знал малую часть. Меня здесь научили чертежам. Механическому управлению краном. И много всего помелочи. Мне нравится в этом участке работать. Тут коллектив хороший. Домостроительный комбинат начал свою работу почти 10 лет назад. За эти годы предприятие набрало существенные обороты. В год здесь выпускают более 35 тысяч кубов железобетонных изделий. Коллектив состоит из 150 сотрудников, для которых комбинат создает безопасные и комфортные условия работы. Благодаря государственной поддержке планируется увеличить объемы производства, что положительно повлияет на создание новых рабочих мест. Существует постановление правительства 2021-2025 года с загрузкой домостроительных кабинетов 2025 года на 100%. В этом году у нас 42 тысячи квадратных метров жилья мы должны ввести. Благодаря, значит, ну вот здесь у нас микроембереке сейчас начинаем строить. Ну и продолжаем микроембереке из деталей крупной панели домостроителя. Ну, коллектив развивается. В этом году запустили, в прошлом году вернее, запустили линию по производству свай. Сейчас производим также фундаменты, газоблоки. В общем, примерно 350 номинований готовой продукции. Таких успехов комбинат достиг не без помощи профессиональной команды. Каждый сотрудник вносит свой непосильный вклад в развитие предприятия. Труд высококвалифицированных специалистов здесь ценят, потому что знают, эти профессии особо нужны для экономического роста страны. Созданные формовщиком Даньяром Хусаиновым бетонные блоки наверняка станут основой для прочного дома, в котором поселится большая и дружная семья. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал Костанай. Казахстанцев предупредили о принудительном взыскании неуплаченных налогов на имущество. 1 октября текущего года истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц за 2022 год. Со 2 октября должникам будут направляться уведомления о задолженности. Если сумма задолженности составляет более 1 МРП, то по истечении 30 рабочих дней после вручения уведомления будет составлен налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности. Освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц ветераны, герои Советского Союза и социалистического труда, лица, удостойные звания Халыка Хармана, Казахстаннан Йенбекьера, награжденные Орденом Славы Трех Степеней и Орденом ОТАН, многодетной матери, удостойные звания Мать-Героиня и награжденные повесткой Алтын Алха. Выплаты детям из Нацфонда законодательно утвердили в Казахстане. Депутаты Можилиса приняли закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда во втором чтении. Законопроект разработан в целях реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд детям», предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. Начисленные средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком Республики Казахстан в финансовые инструменты. Средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении совершеннолетия. Учет и зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета, выплаты целевых накоплений будет осуществлен единым накопительным пенсионным фондом. С 1 сентября в Казахстане можно подать заявку для участия в президентском молодежном кадровом резерве. Попытать удачу и попасть в большую команду главы государства может любой житель до 35 лет, владеющий государственным языком и имеющий пятилетний стаж работы. Резервисты прошлых лет уже успешно трудятся, занимая высокие посты. Один из примеров – Арнур Сартов, Аким Алтынцаринского района. Начинал свою деятельность он с простого специалиста. Встреча с населением и обсуждение насущных вопросов – одно из главных направлений деятельности Аким Алтынцаринского района – Арнура Сартова. Его называют руководителем нового формата. На этой должности с прошлого года в сельской местности дел всегда много. В районе проживает 12,5 тысяч населения, 25 сел, где идет большая работа по газификации и строительству водопровода. Основной курс именно моей работы – это комфортное и качественное проживание нашего населения. Это именно предоставление тех услуг для населения, в которых они нуждаются в первую очередь. Арнур Сартов на государственной службе трудится с 2013-го. Примером для него стал отец, который тоже посвятил свою жизнь работе в сельском Акимате. Делать для людей всегда благородно. Я считаю все равно, что молодежь должна принимать опыт от взрослого поколения, но беря частичку лучшего. Но и наряду с этим привносить свое невозможно работать по одним и тем же рекламам. Всегда нужно носить какое-то новшество. Арнур Сартов – один из тех, кто участвовал в конкурсе, победил и попал в президентский молодежный кадровый резерв. Правда, не с первого раза самоуверенность сыграла злую шутку. Второй шанс был удачным. Именно являясь уже резервистом, он получил предложение возглавить целый район. Я считаю, что кадровый резерв сыграл одну из самых основополагающих ролей в моей жизни. И на сегодняшний день, занимая такую ответственную должность, в первую очередь я как раз-таки благодарен именно президентскому молодежному кадровому резерву. Цель президентского молодежного кадрового резерва, вы сами знаете, это социальный лифт для таунтовой молодежи. И на примере многих мы можем в этом убедиться. Арнур Маратович уверен, главное в государственном служащем – это искренность и открытость. Никогда не сдаваться, идти только вперед. Мне самому посчастливилось стать резервистом только во второй раз. Если даже есть те, кто участвовал два раза и провалился, ни в коем случае не сдаваться, участвовать в третий раз. Самое главное – не бояться и идти вперед. Удача любит сильных. Заявки для участия в молодежном кадровом резерве принимаются до 30 сентября. По различным направлениям из тысячи претендентов заветные места получат лишь единицы. Самых умных, талантливых и целеустремленных. Любовь Облачкина, Тимирлан Джамбылов, телеканал Костанай. На этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова